Основная цель моего доклада связана с постоянно возникающими задачами об использовании существующих моделей для практических исследований. Вот так уж получилось, что доклад, который из Нижнего Новгорода был прозвучен, он как раз в эту стерею, и поэтому он точно как частный случай попадает вот сюда. И поскольку мы относимся к системе Росгидромедов, то наша задача мониторинга ионосферы в текущий момент времени является для нас актуальной. То есть у нас меньше научных задач, а в основном, что происходит сейчас, как конкретный момент времени. И понятно, что множество задач, когда попытки скорректировать модель ионосферы медианной, которая существует, АРАИ в основном, или существующий там НЭКВИК, то, соответственно, или какие-то другие, они либо ассимилируют данные, либо потребитель, имея собственный на зонт один, пытается скорректировать то, что вот только что было, прям конкретный пример был, очень удачно. Пытается скорректировать, как-то поднять в определенной зоне модель климатическую и, соответственно, использовать ее для практических задач. В принципе, задача, понятно, что имеет право на жизнь, и она достаточно интересна, но хотелось бы знать, какие границы, и когда это можно, и вообще выгоднее ли корректировать модель по одной, или все-таки иметь огромную систему и использовать ее ассимиляцию и так далее. Вот на такого рода задач была настроена вот эта работа. Здесь мы рассматриваем только европейскую часть, это обусловлено, во-первых, потому что мы с этого начали, а так мы хотим провести всю работу по всей территории Российской Федерации, и, соответственно, это вот первая, как бы, такая попытка, чтобы возобновить... Так, сейчас еще, следующий. Вот. Я вернусь сюда же. Основная работа была связана именно с поведением... Раньше была проведена такая работа о так называемых зонах корреляции для каждого на зону. Вот основополагающая работа, это вот Кириновского, которая опубликована в сборнике из Мирана, и во всех работах, которые были позже в научных исследованиях, в основном люди повторяют, как бы, может, что-то добавлять, но в основном используют выводы вот именно этой работы. Она очень подробная, но она была проведена, как вы видите, в 1971 год, а это уже по веку практически прошло. И поэтому, конечно, за это время и уровень ионосферы немножко изменилась, начиная где-то с 1980 года, поэтому хотела... И, кроме того, уже корреляция ионозонда самого с собой уже не очень интересна, потому что существуют модели, и уже нас интересует, как именно корреляция, с точки зрения уже добавленной модели, в которой Мирана уже рассматривала. Мы рассматривали пять станций, вот они перед вами, на карте приблизительное расстояние, ну, не приблизительно, а как-то пощипное расстояние, и, соответственно, мы рассматривали возможность корреляции трех моделей, NECWIC SIM-IRI, NECWIC SIM-IRI и SIM-STANDARD. Отдельным рядом идет SIM-2, которую я потом скажу. Она является ассимиляционной моделью, поэтому мы ее не коррелируем, и мы в нее ассимилируем все данные, которые поступают в сеть Росгидромета, соответственно, ВПГ, и, соответственно, что выдает она. Мы тоже понимаем, что она изначально при отсутствии данных сводится к медианной модели, в общем-то, очень похожей к SIM-STANDAR-ам, ну, или с IRI, это не так, чтобы очень сильно отречается, но отличия есть, которые будут показаны. И вот была долгодная цепочка станций, как северных, допустим, Лавозера, так и, на наше понимание, Ростов-Южная станция. Вот как это одно на другое действовало. Использовалось два метода коррекции. Первый метод – это метод выбора подгонки эффективного индекса. Это приблизительно то же самое, что было рассказано в докладе нижегородцев, только здесь мы проводили подгонку индекса IG-12 не по данным наклонного, а по данным вертикального зондирования, что, естественно, для моделей, которые построены для вертикальных, наверное, несколько же может рациональнее. Особенности данного метода в настоящий момент, я обращу Ваш внимание, что мы берем здесь только два последних года, это уровень низкой солнечной активности. Это, во-первых, связано с тем, что это сейчас существует в настоящий момент, а во-вторых, тем, что в работе Киеновского этот период низкой солнечной активности показан как самой наименее поддающейся коррекции. И поэтому мы считаем, что если данные, полученные на этот период, они будут как бы избыточные, и в остальных случаях с более высокой солнечной активностью результат будет лучше. Так вот, в результате здесь, я не знаю, кто получал в этих исследованиях, вот в коррекциях у нас мы столкнулись с такой проблемой. Допустим, для модели IRI, IJ12, существуют периоды, когда подгонка эффективного индекса по данным на какого-то конкретного ионозонда приводила к тому, что она выходила за зоной при своих предельных значениях от минус 123 до 201. Там внутри IRI в ходе стоит какой-то ограничитель, который не позволяет ей считать, потому что она на это не расстроена. И модель выходит из строя. Это достаточно частый случай, который наблюдался в эти два года практически постоянно зимой в январе месяце. То есть январская зима, она полностью не соответствует модели IRI, но это связано с текущим состоянием солнца. Это многие наблюдают не только в IRI, но и в различных вообще другого плана моделей. Короче говоря, можешь там выключить? Да иди, Светя. Ну тогда передай, если не хочешь. Хорошо, хорошо. Музыка. 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 Второй метод коррекции, связанный именно с появлением второго метода коррекции, было связано с тем, что нам надо было что-то делать с этим январем, ничего не получается. Мы предложили просто метод, так названный нами, корреляционной коррекции, который просто позволял, вот формула простейшая, которая в отношении станции, тут два термина, станция-донор, по которой корректируется и станция-рецепиент, данные которой используются просто для сравнения. Так вот, отношение данных-донора переносилось пропорционально на станцию-рецепиент, и вот подобным образом поднималась станция или опускалась значение по F2. Реально, но хотелось знать, в каких вариациях это работает, потому что каким-то образом заменить коррекцию по подбору эффективного индекса нам было необходимо. Так, ну и, соответственно, для нас интересен был вопрос выбора критерия эффективности такой коррекции. Мы проводили тотальный обзор двух лет, это порядка 16 тысяч объем выборки для тех случаев, когда наблюдались, нам надо, естественно, были те случаи, когда и на станции-донор, и на станции-рецепиент были выбраны данные. Это для среднеширотных станций, допустим, Москва-Ростов или Москва-Калининград, которые отнесем все-таки еще к среднеширотной, это где-то было порядка 16-12 тысяч, а вот когда уже разговор шел о северных станциях, тот объем выборки, понятно, что падал, он достигал, но все равно был значительный, где-то порядка 8 тысяч значений. Поэтому в качестве критерия эффективности было взято вот это отношение, которое обозначено P20, это вероятность того, что ошибка относительного отклонения будет меньше, чем 20%. 20% если считать относительное отклонение, то это достаточно большое значение, и поэтому его можно назвать предельно допустимой, потому что ошибка больше, чем 2 значения, она вообще не будет иметь никакого практического значения для практики. И более серьезный критерий это P10, когда ошибка, это вероятность того, что ошибка будет менее 10%. Это уже достаточно серьезная претензия к точности иносферного прогноза, и скорее всего она будет интересовать нас именно второй вариант, хотя выводы были в основном сделаны по первому. То есть фактически мы строили гистограмму отклонений, которые приблизительно такого плана, который на слайде пристроен, и соответственно смотрели, какая площадь относилась под 20% и под 10%. И вот такой же параметр был рассчитан и для просто модели без коррекции, и разница этих двух значений, скорректированного и не скорректированного, показывала вообще имеет ли смысл коррекции, и какой навар от этой коррекции вообще происходит. Для того, чтобы оценить этот дополнительный бонус, для того, чтобы оценить в абсолютных величинах, какие в принципе дает разброс эта коррекция, рассматривались интервалы между квантилями, то есть квантиль 10% и 90%, это где попадает 80%, и соответственно квантиль от 1 до 99%. Ну и общепринятая средняя, просто для понятия, какую среднюю ошибку дает эта ошибка. Вот результаты, которые представлены на слайде. Это анализ P20 по, соответственно, трем моделям, и по двум видам коррекции, и, соответственно, без коррекции. Сразу остановлюсь на модели симп, она нам ближе, поскольку это наша модель. С ней абсолютно неприемлем оказалась коррекция по методу эффективного индекса, это по методу Т, и поэтому она здесь просто удалена. Ее можно корректировать только именно по коррекционному принципу, просто подводя. И видим результаты. То есть мы можем тут отчасти похвастаться, что модель симп дает некоторые превышения в большинстве случаев, не очень большие с точки зрения параметра P20. Но модель AIRA и NETVIC, это параметры по F2. Известно, что, в принципе, сам блок модели у них одинаковый, у AIRA и NETVIC, но входные параметры типа, которые подгонялись, там F10, F7, тут IG12, они разные. Поэтому результаты разные, но ближние. Выбрать между этими параметрами, какой лучше, если смотреть отдельно локальный, то оба метода коррекции, в принципе, для этих двух моделей они как бы не выразили преимущества, и поэтому возможен и тот, и другой метод коррекции, если использовать AIRA. В последнем столбике приведены параметры расчета моделью SIMP2, это существующий мониторинг, который используется в AIRA. И, соответственно, показано, какой выигрыш, какая дает модель SIMP2 с точки зрения вероятности того, что ошибка будет меньше 20%. Я напомню, что SIMP2 уже сказала, что SIMP2 ассимилирует данные большого количества аназонов, включая эти 5. Но понятно, что для того, чтобы частота эксперимента соблюдалась, то в данный момент для проверки из работ при работе SIMP2 исключалась, ну, допустим, вот здесь работа станции Москва, ну, и же с ней рядом работающая на зонда электроугли. Они два рядом, когда он, допустим, работал, эта величина исключалась только троиц, то, соответственно, эта величина давала 99,7. Ну, это очевидно с точки зрения просто расчета. Поэтому вот здесь практически во всех случаях SIMP2 не дает очень сильного превышения, это говорит о том, что вот это предельное отклонение, P20, большое, оно просто выкидывает те моменты, когда были только бури. Вот посмотрим, что о чем я сказала. Если из этого большого объема выборки рассматривать моменты, когда была повышенная магнитная активность, соответственно, здесь рассматривался уровень, когда АПТАУ, это интегрированный индекс магнитной активности, был больше 30. Ну, если можно считать, что АПТ было больше 30, приблизительно одно и то же, но разница есть. Соответственно, видно, что здесь обе модели, все три модели периодически были лидерами при сравнении, результаты существенно были хуже, и выбрать здесь, что лучше и что нет, но видно, что сама модель, любая модель фактически никогда не давала преимущества. Так, вот, но теперь поговорим о том, какая вероятность именно точности. P10 – это вероятность того, что ошибка была больше, меньше, чем 10%. Это требование с достаточно хорошим мониторинговой анасферой, и оно дает, соответственно, при расчете на МПЧ вообще очень высокие результаты. То есть, МПЧ менее требований к анасфере, чем ФОФ2. Ну, соответственно, здесь видим, что вероятности уже отклонения от модели уже существенно большие. Если в модели, я вернусь в предыдущие, здесь отклонения от, в лучшем случае, это Москва-Калининград, это давало где-то порядка 8-9%, то уже с точки зрения вероятности удовлетворительной, P10, когда ошибка меньше 10%, то коррекция дает существенные изменения. Но надо отметить, что в этот момент корреляция по всем данным существенно возрастает, и уже преимущество мониторинга полного по большому количеству станций имеет значение. То есть, оно дает вот такие результаты. Даже вот эта станция Горьковская, которая вызывает у нас очень странные такие отношения, я это связываюсь только с тем, что она периодически находится в зоне провала, и, наверное, вот здесь модель как раз-таки Айрай работает хуже дальше, чем в северных. Почему в северных, кстати, обращу ваше внимание, почему здесь достаточно хорошо получается значение, то надо понимать, что здесь объем выборки меньше, поскольку, допустим, вот эти значения 69, это должно быть, чтобы и Ловозер, и Горьковская одновременно получали данные, что там не было и ФРСИ, и, соответственно, самые сложные периоды, они просто удалены автоматически, потому что она зонт не работает. И вот эта таблица, по которой можно определить эффективность, вообще стоит ли коррелировать, корректировать модель, и в каких интервалах ее стоит. То есть, мы просто вычли значение P10. А, извините, позвонила. Ну и, короче, видно, что существует большое количество периодов, когда это все нереально и не имеет никакого значения. С точки зрения общих ошибок, это ошибки от минус мегагерца до плюс мегагерца, все 99%. С точки зрения среднего значения, этот интервал абсолютно не является критерием, он у всех 0,4-0,3, причем мы делали различия по лету и зиме, приблизительно одно и то же, лето меньше, зима больше, но в среднем 0,4 мегагерца. И мои выводы. Соответственно, мы это делаем для того, чтобы понять, в каких областях коррекция возможна. Эти круги, построенные вокруг станции, весьма условные, они при долготном симметрии. И сделать можно выводы следующие, что коррекция более северных станций по южным, она эффективнее, чем коррекция южных по северным. По всей видимости, это связано с тем, что событие, которое уже произошло, оно уже дошло до южной станции, понятно, что если буря началась, то она корректирует то, что там уже произошло, к северу. А, соответственно, коррекция по северным станциям южных, она имеет худший процент и, соответственно, худшая вероятность. Вот видно, что ни одна станция другую не заменяет, и тут единственное, что самая лучшая коррекция, это Москва-Калининград, поскольку на одной долготе, и они могут друг другу подменять. Уничтожение хоть одной станции из этих пяти приведет к тому, что появятся дыры из зоны корреляции даже с учетом модели. Ну, здесь я подчеркну, что здесь участвует, что вот этот индекс Дельта-2 больше, чем 5%. Соответственно, здесь появятся дыры, и наш мониторинг будет не иметь большие проблемы. Ну, определенные проблемы. Спасибо. Пожалуйста, вопросы. Да, пожалуйста. Скажите, все-таки, а радиус корреляции-то все-таки сколько там? Когда, через какое расстояние нам нужно на зонду поставить? Ну, вот, судя по чему, вот смотрите, Москва-Калининград, если я сейчас повернусь к следующей картине... Ну, 500 километров. Тут 1000? Нет. Во-первых, надо понимать, что я здесь наложила требование вот этой вероятности того, что у нас будет ошибка меньше 20%. Ну, согласимся, да. Да, потому что хуже уже никуда не копится. Соответственно, вот видим, Москва-Калининград, это 1000 километров. И это все удачно. То есть, откладываем 1000 километров в ту сторону, и будем считать, что радиус 1000 километров. По долготе. Так это по долготе. По долготе. По широте, понятно, меньше. А вот по широте? Вот широта, она уже лучше изменять не в километрах, а в градусах, поскольку я тоже уже сейчас сказала, что северная, южная на север оказывает лучшее влияние, чем север на юг. И поэтому вот в этой картинке, вот в этой картинке у меня, допустим, на Москве, очень несимметрично. Москва фактически Горьковск уже не затрагивает, она не корректирует ее, а Ростов она еще корректирует в 5% вариантах. Поэтому здесь такой интервал, и в выводах, в выводах, в выводах, соответственно, там 20%, а тут где-то порядка 5%. Киеновский тоже так писал, но у них, они приблизительно те же результаты получены, но у них требования гораздо меньше. У них просто коэффициент корреляции должен был больше быть 50%. А здесь уже с наличием того, что у нас существуют серьезные модели, и мы уже что-то имеем, то возможность такого расположения дает нам именно вот этот коэффициент, что у нас вероятность ошибки будет меньше 20%. Но вот если посмотреть по этой карте, то получается, что здесь уже вот Москва, и то, сейчас я произнесу вот туда, то, допустим, до Урал мы не доходим. То есть Уральская станция, благо мы начали контакт с, там все-таки до сих пор работает и хорошо работает в Екатеринбурге станция, и, соответственно, ее, вот в рамках этой работы видно, что данные, соответственно, Уральских станций необходимы. Но если вы видите, там точки стоят, Селихард, Армдерма и Диксен, то они тоже существуют, но вот это наше следующее, что мы доложим и покажем, как делать. Там получают неплохие результаты, просто я не подготовил. А по наклонным трассам, если использовать? А по наклонным получается та же ситуация, как здесь. То есть вы понимаете, что нужно будет, ну то, что вот, нужно будет подогнать IG по расчету радиотрассы. А, здесь накладывается метод распространения радиовом. Он разный, это тоже вторая расчетная. Любой дополнительный расчет приводит дополнительным ошибкам. И если судить по нашим, как говорят наши корифеи, там типа Данилова, который помнит, что исследовалось в течение всего исследовательского момента, то он говорит, что многие попытки подставить в данные, вот коррекции данные, вместе с комплексом вертикального разондирования, пересчитанные данные в центре радиотрассы, только, ну то есть фактически, они не приносят, они, это разного данного, их нужно с разными весами. То есть понимаете, это та же проблема, как с GPS. Вот там 150 станций, конечно, можно все заложить, но весовый GPS сразу забьет она зонда, что не привезет к хорошему результату. Мы все это понимаем, и поэтому здесь вот эта проблема весового участия каждой зоны, чтобы был тотальный мониторинг, чтобы он не мешал друг друга, кто-то по-моему, это вот открытая задача. А если все забить GPS-ами, и просто исключить эту схему, и на зонду, я считаю, что по всем моментам, что GPS во многом дает ошибку 1 мегалект, это и будет. Как было, так и будет. 1 мегалект. Так, еще был вопрос, пожалуйста. Вот здесь используются линейные коррекции, как я понимаю. Да, простейшие, да. Вот, а если мы стал использовать сложную модель? Ну, вот сложная модель – это через IG-индекс. Представляете, то есть вот как подбор, то есть это уже более сложнее не придумать, что то, что там, внутри, да, там. Но вот если посмотреть на таблицах, результат в этой зоне приблизительно такой же, а в дальней он будет еще хуже. То есть даже по модели, по подборам эффективного индекса, допустим, в Ростове, Горьковскую вы не найдете. И наоборот. Вот Москва, она в центре, да, тут не получается. То есть вот эта задача была просто понять, вот вроде работа-то достаточно очевидная, но понять, где можно, а где нельзя, потому что вот это вот было и поставлено цель.